Коленный сустав И теперь, какие поверхности образует этот сустав Если мы выделим здесь бедренную кость, то есть дистальный конец бедренной кости То мы тут можем увидеть два мышелка Значит, здесь у нас находилась малоберцовая кость, поэтому это у нас латеральная сторона А здесь у нас находилась большеберцовая кость, поэтому это у нас медиальная сторона Следовательно, это у нас кандилиус латералис, а это у нас медиальный мышелок кандилиус медиалис И со стороны большеберцовой кости также у нас участвуют два мышелка Вот, это у нас максимальный конец большеберцовой кости Значит, здесь у нас находится малоберцовая кость, поэтому это у нас кандилиус латералис, а это у нас кандилиус медиалис И если вы помните, ребята, я вам говорил, что две суставные поверхности То есть суставная поверхность бедренной кости и суставная поверхность большеберцовой кости Они не совпадают друг с другом Поэтому этот сустав у нас называется инконгурентным суставом, то есть несовпадающим суставом Поэтому, чтобы укрепить или сделать соответствующим две суставные поверхности Нам понадобятся две дополнительные структуры И эти структуры у нас называются мениски Мениски это у нас хрящевая ткань, которая помогает для соответствия двух костей То есть бедренной кости к большеберцовой кости Вот, и если мы вот так посмотрим с верхней стороны на большеберцовую кость То мы можем увидеть два мениска И как я говорил ранее, со стороны малоберцовой кости у нас находится латеральный мениск А со стороны большеберцовой кости у нас находится медиальный мениск И также вторая отличительная черта этих менисков Латеральный мениск, он имеет вот такую круглую форму А медиальный мениск, он имеет вот такую S-образную форму Также латеральный мениск является более подвижным, поэтому он меньше травмируется, а медиальный мениск является менее подвижным, потому что он более фиксирован к кости, поэтому он больше травмируется, то есть происходит разрыв именно этого мениска. И это является одним из основных травм у футболистов и у спортсменов. Это значит, что у нас медиальный мениск, а это у нас латеральный. Теперь эти два мениска у нас укрепляются вот лигаментом трансверсум генус или поперечная коленная связка. Вот она соединяет передние рога, передние рога двух менисков. Следующая структура это у нас связки, которые находятся внутри сустава. Значит, у сустава всегда есть суставные поверхности, суставная капсула и суставная полость. И значит, также у нас в коленном суставе также имеется суставная капсула и внутри суставной капсулы у нас имеются такие укрепляющие связки. Значит, эти связки мы называем внутри суставные связки. Так, первая связка, которая у нас имеется, это у нас передняя крестообразная связка. Вот, передняя крестообразная связка. Эта связка, она тянется от латерального мышелка бедренной кости к передней поверхности большеберцовой кости или ария интеркандиллярис антериор. И также у нас существует еще одна крестообразная связка, то есть задняя крестообразная связка. И она тянется от медиального мышелка бедренной кости к задней поверхности, то есть ария интеркандиллярис пастериор. И два этих, две этих связки, вот видите, они идут как бы перекрещиваются друг с другом, и поэтому они называются крестообразные связки. Лигаментум круциформис генус. И эти две связки у нас являются вместе с лигаментум трансверсиум генус, являются внутри, внутри капсулными связками. То есть связки, которые находятся внутри капсулы. И теперь давайте мы с вами взглянем на суставную капсулу. Вот суставная капсула, видите, суставная капсула, она полностью охватывает сустав, и все связки, которые мы с вами до этого перечислили, они находятся внутри этой суставной капсулы. Вот видите, поэтому по отношению к этому, к этой суставной капсуле мы делим внутрисуставные и внесуставные связки, которые укрепляют коленный сустав. И тут также у нас имеется надколенник, а под ним подколенная жировая ткань. Вот, она заполняет вот это пространство. Если мы уберем эту ткань, жировую ткань, вот видите, тут у нас есть вот такая полость. Поэтому эта жировая ткань, она наполняет вот это подколенное пространство, то есть полость суставной капсулы. Теперь мы рассмотрели внутри капсулные связки, теперь рассмотрим вне, или связки, которые находятся над суставной капсулой. И первая связка, она тянется от эпикандилиус латералис к головке малоберцовой кости, и она называется лигаментум коллатерали фибула. Вот, лигаментум коллатерали фибула, или боковая малоберцовая связка. Теперь повернем в медиальную сторону, и точно так же тут можем увидеть точно такую же коллатеральную связку, но она тянется от эпикандилиус медиалис к большеберцовой кости, и она у нас называется лигаментум коллатерали тибе, или большеберцовая коллатеральная связка. И с задней стороны, у нас имеется также две связки, которые укрепляют сустав, то есть вне капсулные связки, и первая из них у нас лигаментум поплите облику. Поплите это у нас подколенная область, и эти две связки у нас находятся на подколенной области, поэтому они называются лигаментум поплите облику, или косая подколенная связка, и вторая у нас называется лигаментум поплите аркуата, или дугообразная подколенная связка, лигаментум поплите аркуата. Значит, у нас с двух боковых сторон имеются две связки. Лигаментум collaterale. Вот, лигаментум collaterale fibula. Лигаментум collaterale tibia или tibiale. И с задней стороны у нас имеется лигаментум popliteum obliqua или касая подколенная связка и лигаментум poplitea arcuata. И самая последняя группа, которая укрепляет коленный сустав, это связки надколенника. Надколенник у нас является сесамовидной костью, то есть она не участвует в образовании сустава, и она лежит свободно на толще связок, поэтому она называется сесамовидной костью. И эту сесамовидную кость у нас укрепляют несколько связок. И давайте их тоже рассмотрим. Итак, первая связка, которая укрепляет надколенник, это у нас называется лигаментум пателляри, или связка надколенника. Эта связка является непосредственным продолжением сухожилий четырехглавой мышцы. Так, лигаментум пателля, вот. Выберем, вот. И сверху у нас как бы идет четырехглавая мышца, вот здесь она заканчивается, и начинаются связки четырехглавой мышцы, и надколенник лежит в толще вот этих связок. И эти связки у нас прикрепляются к бугристости большеберцовой кости, или туберозитес тибия. И поэтому эта связка, лигаментум пателляри, у нас является связкой, которая укрепляет надколенник. Следующие две связки, которые укрепляют надколенник, у нас называются лигаментум, лигаментум ретинакулум пателла, или ретинакулум пателла медиали. Ретинакулум в переводе означает держатель, то есть соединительная ткань, она утолщается и образует вот такие держатели. И они называются ретинакулум пателла медиали. И второй держатель, ретинакулум пателляри латерали. И еще одна связка, которая укрепляет надколенник, это у нас лигаментум пателла феморали медиали и лигаментум пателла феморали латерали. Они с двух боковых сторон удерживают надколенник. И у некоторых людей во время физических занятий, во время игры в футбол, у них травмируется вот эта связка, и она перестает укреплять надколенник. За счет этого надколенник как бы играет. То есть во время бега или во время таких нехарактерных движений надколенник начинает двигаться вправо и влево. И у спортсмена или у больного появляется дискомфорт и боли в области коленного сустава. И в принципе все, мы разобрали теперь. И коленный сустав тоже, ребята. Всем огромное спасибо. До скорых встреч.